Привет, я хочу показать как я делаю анимации по саспекту. Для этого я использую вот эту вот программу, вы можете использовать любые, но мне понравилось именно это. При входе мы нажимаем создать клип. И если вы хотите выбрать фон, вы можете взять видео или картинку, как это буду делать я. У меня картинка формата тиктока, ну или шорт с видео на ютубе. Давайте её растенем побольше, на запас. Давайте добавим объект, который будет шевелиться, в моём случае это персонаж. Нажимаем на кнопку overlay. Вы можете взять картинку, как это делаю я, или заготовленную гифку, как ходит персонаж. Но я возьму фазик. После того, как мы добавили его на сцену, можете изменить его размер с помощью вот этой вот штуки. Давайте его поставим на какую-то позицию. Сейчас вот для меня продолжительность этого спрайта. Чтобы ему ходить, надо добавить таксиционные точки фреймрейты. Вы можете добавить её с помощью вот этой вот кнопки, или просто перемещать персонажа по временной шкале. То есть мы сдвинем ползунок сюда, и передвинем фазе, допустим, вот сюда. И он теперь у нас уходит. Также обратите внимание на панели инструментов снизу. Тут вы можете перемещать персонажа по любым осям. Чтобы осуществить поворот, вам нужно передвигать вот этот вот ползунок, где ещё показаны градусы. Я хочу вращать его вокруг своей оси по горизонтали, и поверну его ровно на 180 градусов. Это будет ровная противоположность той стороны, которая у него сейчас. Вот мы его повернули, и теперь сделаем, что он куда-то пойдёт. Но у нас он идёт как-то криво, сразу во время поворота. Я хочу, чтобы он пошёл после поворота, так что давайте это исправим. Где-то надо сделать дубликат старый, чтобы он стоял на месте. С этим вы можете сами разобраться, а немного поиграйтесь. Это готово. Дальше я хочу добавить ещё одного персонажа, вернее труп Джейта. Давайте его расположим куда-нибудь вот сюда. И самого Джейта теперь, живого. Сейчас я его примерно поставлю к трупу, и сделаю, что он типа падает. Я хочу сделать, чтобы он идеально совпадался с трупом, то есть его макушка. Поэтому я изменю прозрачность, и расположу голову Джейта так, чтобы в итоге, когда он упал, не было заметно сильно разницы что-то разной модельки. Чтобы был хороший переход, не знаю. Теперь осталось всё подогнать, и сделать так, чтобы не было лишних моделек. То есть, когда он упал, пропадает старое, появляется новое. Чтоб всё это было идеально. И вернуть прозрачность, разумеется. А сейчас я хочу добавить нож, типа он режет Джейта. Изменю размер по отфазе, и добавлю анимацию, что он ходит вместе с ним. Ставим точку. Перемещаем ползунок назад, ставим точку. Теперь нож ходит с ним. Можем немного подровнять. Давайте сделаем, что он штрикнет Джейта. Обращайте внимание на время, чтобы это было, допустим, быстрее, а не в сломо. Или наоборот, чтобы это не было слишком быстро. То есть, не забывайте про это. Переместим нож, и мы видим, что он не идеально идёт. То есть, он впереди в фазе летит. Сейчас мы это исправим. И вот, что у нас получается. Давайте добавим ещё один спрайт. Это будет стрелка, которая указывает на Джейта. Вы можете её повернуть по горизонтали, с помощью кнопки, которая чуть ниже крестика. Давайте сделаем так, что первый кадр. Стрелка будет 90 градусов. Потом она изменит своё направление на голову Джейта. Теперь надо изменить размер. На первом кадре она будет совсем маленькой. Но через время она увеличится, и будет очень красиво. Теперь мы изменим положение стрелки. Сделаем, что она подпрыгивает. Типа указывает на него. Готово. Стрелка подпрыгивает. Но это как-то смотрится неинтересно. Давайте сделаем, что когда она прыгает, её край будет указывать на макушку Джейта. Наша анимация готова. Давайте сохраним нашу анимацию, нажав на кнопку «Сохранить». И выберите любое качество, которое вам нравится. Я беру 720. Это вроде как HD. Но чего-то не хватает. Конечно же, звуков. Сам монтаж видео я делаю в другой программе «Иншот». Давайте уберём лишнее пустоту, которая нам не нужна. Нажмём «Раскол» и «Удалить». И нажмём «Добавить музыку». Возьмём запись и запишу звуки ходьбы. Да, я её прям записываю так, вживую. Расставлю я звуки шагов так, чтобы они совпадали с картинкой. Не идеально, но пока я дальше войду в звуковые эффекты. Популярные. И возьму звук «Хит». Расположу звук так, будто это эффект вылетания стрелки. Дальше возьму звук из функции «Игра». За звуком определились, теперь расставлю их так, как мне нравится. Также я добавлю музыку, которая будет играть на фоне. К сожалению, я забыл сделать её немного тише, и она очень громкая, но не суть. Я выбрал первый вариант. И давайте уберём пустоту ненужную. И конец. Когда фаза будет махать своим ножом, добавлю определённый звук. Также я записал звук крика джейда. И тут я решил добавить текст, в котором будет написано Suspects. Он будет красного цвета. И в этой программе тоже есть функция анимации, но она сделана через жопу. Поэтому я в ней и не делаю анимацию. Ну, лёгенький переход, что текст появляется снизу вверх. Сделать можно. Также я добавил текст оффлайн белого цвета. И он тоже будет вылетать с анимацией. Уберём лишнее, и готово. Надеюсь, это видео у тебя было интересным. Может, даже и полезным. Я был бы рад, если бы ты подписался на мой канал.